Марта, дай огурец. Дочка, вкусный огурчик. Смотрите-ка, ест огурец перезревший. Подзоровайся со зрителями моего канала. Вода ледяная, обжигающая. Я иду от вас, я уйду от вас. Ох, какая леди! Ох, какая леди! Сегодня готовим на обед гороховый супчик. А вы не забыли подписаться? Если забыли, тогда подписывайтесь. Марта, дай огурец. Дай, дай, зайка, дай, девочка, дай огурец. Дай, я тебе кину. Марта. Дай огурец, дай огурец. Дала Марте вместо игрушки перезрелый огурец. Она в полном восторге. Может, и поест его еще. Такой ребенок забрала Марту. Марта живет с сыном и с его возлюбленной. И она большую часть времени находится в квартире. Они все время на работе. И, конечно, я приехала, взяла ее себе, чтобы она побегала на природе. Хорошая собака, ребенок. Ребенок. Ей здесь очень хорошо у нас. Но кота от нее изолируем. Дома они себя ведут вместе очень хорошо. Марту уже приучили не есть из миски кота, не гонять кота. А на улице Марта начала за ним охотиться, как за добычей. Один раз это произошло. И я больше этого не допускаю. Если Марта на улице, кот в доме. Если кот на улице, значит Марта в доме. Слежу за этим. Ой, огурчик вкусный, да, Марточка? Вкусный огурчик. Ест, смотрите-ка, ест огурец перезревший. Соня. Соня, мы приехали. Они штабы. Поздоровайся со зрителями моего канала. Ладно, всем привет в лес. И сегодня мы приехали на Ладогу. Посмотрите, какая тут прекрасная погода. Что тут за такой путь? Потом пришли и видим кучу лодок. Вот, вход в Ладогу. Это как лодочная станция. Ну что, пойдемте дальше. Вот он. Соня, а это лиственница. Посмотри-ка, она вся в шишечках. Соня, а это лодочная станция. Соня, пойдем водичку потрогаем. Сейчас мы сравним температуру воды в Ладоге с Ильдийским океаном. Слушай, там реально что-то шевелится. Вода ледяная, обжигающая. Ну что, не заходишь-то, давай пробуй воду, пробуй. Привет, зайка моя. С девчонками играла, да? Да. Представляешь, они пошли в дом. Их возьмал отец, и они ни в какую не шли, сказали. Я эту, я иду от вас, я уйду от вас. Вот так говорят. А что еще, а мы лезь какой-то, мы не зарешаем. А видите, как встречали родную маму. Соня, посмотри, какую я репу выдернула. Посмотри. Вау. Огромная репа, огромная. Мы почистим, порежем, как сыр, и съедим, да? Я прыгала там, так веселилась. Но в основном следила. Следила, чтобы никому в голову не прилетел. Все, дети играли, и что тут мне в голову? Вот на меня вот сюда летела такая ракетка маленькая, ну и самолетик. На меня сейчас летел самолетик с большой скоростью, а я взяла его. Сонечка, давай тепленького молочка попьем? Давай. Пойдем кушать. Сейчас, Тит, пойдем гулять. Хочу показать розочки. Вот как хотела, чтобы под окном были розочки. Вот они уже доросли почти до окна. Посмотрите, какая красота. Гладиолусы расцвели ванилов райс, но очень радует, очень. Смотрите, уже розоветь начинает. Какая красавица. Ой, а гладиолусы один упал. Тоже надо сегодня подставить палочки под них. Палочку поставила, не выдержала, тоненькая. Ну, Георгина, ничего себе. Так себе, ничего не плохие. Ну, пойдем гулять, пойдем. Ты гулять хочешь, я знаю. Пойдем, моя хорошая. Глянь, какой мощный. Мощный глянь. Целое большое ведро репы. Куда мне теперь эту репу девать? Друзья, пишите в комментариях, куда девать репу. Глянь. Репу девять. Репу девять. Репу девять. Глянь. Глянь. Поехали! Соня! Марту, нельзя кусаться! Мартуша, сону туда не надо! Марта, Марта, Марта! Марта, 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 Марта! Марта! Ша! Ох, какая леди! Ох, какая леди! Свою лежанку она носит по всей комнате! Да ты настоящая леди у нас, красотка Мартуся, красотка, хорошая девочка такая, умница наша, умница. Иди, иди, Зойка, манья, Зойка. Сегодня готовим на обед гороховый супчик. Гороховый суп 100 лет не ели, к сожалению, не нашлось рульки. И я купила просто копченые кости. Думаю, получится вкусно. Сейчас положим овощи. И вот такой чай у нас сегодня. Этот с монарды, с мятой и с чабрецом. А этот с календулой, с мятой и с чабрецом. Сейчас мы чайок накроем, пускай себе заварится. Когда заварится, добавлю лимончик. Мартуся поплавать решила. Марта, зайка моя. Ты наплавалась, Марта? Марта, ты мне чайку не терроризируй. Нельзя, Марта, нельзя. Чайкуся пошла, не любит. Марта? Марта? Марта, нельзя чайку терроризировать. А вы не забыли подписаться? Если забыли, тогда подписывайтесь. Ну что, друзья, небольшой перекус он в виде молочного коктейльчика. Наливаем. Бери еще с собой. Это за 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 Устье, русло, берега и кака. Ну, вроде все. Вот Марту теперь водим на поводочке. Рядом. Рядом. Мы ее воспитываем, да, Сонечка? Потому что нормально мы сюда лечим. Не можем. Каждый день нападаем сразу, как и видим. И на детей маленькие спускаем, да. На ногу лезем, за другими собаками живем. Увидела этот дом, сразу же вспомнила роман Арчибалда Кронина «Замок Броузи». Очень похож, по энергетике особенно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и пишите. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии.